Всех приветствую меня в гостях! Меня зовут Юля и сегодня у нас будет мотивация на уборку, а точнее расхламление и плюс я хочу сложить все в этом ящичке. Я его потом поближе покажу. Там у нас щелочек, если что, поэтому будет интересно. Кто новенький у меня в гостях, меня зовут Юля. Добро пожаловать в нашу маленькую, но очень дружную семью. Присоединяйтесь к нашей семье, ставьте пальчик вверх, буду очень-очень благодарна. Начинаем! Показываю фронт работы. У меня здесь куча судочков, которые почти пустые, надо их освободить. Там куча всего где-то, там вдалеке спрятан щетчик. И здесь сверху тоже бардак, надо здесь все поубирать. Вот еще одна полочка, это у нас чайно-кофейная полочка. Мне тоже нужно навести порядок, плюс у меня здесь позаканчивался чай, почти пустое все. Надо доложить. Для начала все освобождаем. Такая вот у меня глубокая полочка. Я долго думала, что сюда ставить. Изначально у меня здесь была посуда, но я пришла к выводу, что мне это неудобно. Поэтому стоят здесь все запасы. Вот, собственно, все они. Я что-то буду выкидывать, что-то буду складывать. Но для начала здесь все нужно протереть. Сколько мусора здесь. Я решила показать уже результат после, но вот я смотрю на камере, как бы кажется хаос. Но, как видите, у меня нету никаких особо контейнеров, которые бы убирали вот этот разноцветный шум, так сказать. Да, вот я смотрю блогеров у некоторых. Они там все по контейнерам там специально покупают. Ну, я, во-первых, за разумное потребление пластика. И контейнеры это не самое лучшее решение. У меня, допустим, есть, но зачастую они с чего-то. Ну, не считая вот этих стеклянных, а вот в этих вообще желешки были. Вот так вот как-то у меня получается. Смотрите, здесь у меня банки. Это с Динкиного детского питания. Гречка, сахар, сахар и вон там все. Короче, вон там чечевица. Рис. Все стоит в своих коробочках, потому что не вижу смысла. Ну, куплю, допустим, я контейнер. Пересыплю. Часть останется. Где-то этот пакетик хранить надо, если не все влезет, а если будет полупустой. Ну, мне проще так. Я не на выставку иду. Листы для лазаньи, чернослив. Это клетчатка. И вот там в уголочке, в общем, овсянка. Я ее покупала для того, чтобы с нее сделать овсяную муку. Потому что кушаем мы вот такую овсянку. Это самая лучшая фирма, самая вкусная овсянка. Здесь у меня сушеные бананы. В общем, такие маленькие упаковочки, чтобы здесь не валялись, я их сложила в один судочек. Макарошки я пересыпала в меньший контейнер. Здесь у нас разные желешки и... Короче, вот это черные, это, знаете, конфеты для гостей. Короче, они невкусные. Здесь чернослив. Снизу сушеный перец. Дальше идет чайная роза и мята. Сушеный чеснок. Обалденная приправа. Я периодически добавляю. Такой аромат дает... Ну, в общем, не как чеснок. Здесь у меня изюм и смесь для супа чечевичную. Как-то так. Вроде шум. За счет того, что все яркое, цветное. Но мне удобно. Я открыла, достала все, что мне надо. Все под рукой. И что я могу поделать? Нет у меня такой кухни, в которой я могла бы хранить ряд контейнеров и еще ящик с вот такими остатками продуктов. Наверху я сложила, так протерла. Но опять же, в силу того, что кухня у меня маленькая, здесь у меня идет стопка мисочек, сотейник, маленький сотейник. Я ими всеми пользуюсь, поэтому выкидывать, отдавать не буду. Они мне все нужны. Формы для выпекания, так как печки у меня нету, я ими не пользуюсь. Они стоят здесь. Это керамическая. Вот керамическая. Две разъемные железные формы. Там у меня формы для кексиков. Снизу две формы. Я в них часто делаю или пироги, или лазанью делала. Тостер, терка. Хотя, как буду обманывать? Чаще всего терка стоит вот так. Потому что я стою снизу и вот как рукой вот так достаю, вот так и вот так и ложу. Но, конечно же, для красоты я поставлю так. Но она там не стоит. И здесь у меня всегда стоит это миксер. Блендер. Короче, миксер, блендер и кафе молка. Ну, либо же сахар я на ней мелюю чаще всего. Как-то так. Конечно, я могла бы половину из этого выкинуть и сказать, ой, посмотрите, как у меня чисто и мало всего. Но, увы, реалии таковы, что так оно и есть. Если что, это не грязно. Ну, как, это грязное, но это не отмывается. Это для блинчиков. Вот коротка. И она стоит у меня всегда здесь. Сейчас покажу свою чайную коробочку. Здесь у меня это холодный чай. Причем реально заливается холодной водой. Получается, как компотик. А он наносовый чай черный. Этот мне очень нравится. Это зеленый чай с лимоном. Вот такая фирма, обалденный. Чай мы очень редко завариваем. Не заварной чай. Но я предпочитаю кофе пить, а чай пью так. Когда понимаю, что слишком много кофе выпила, поэтому пить чай. Обычный черный. Я не очень такой люблю, но бывают гости приходят, которые не пьют фруктовые чаи, а пьют только черный. Это классический черный с мятой. Надо вообще чаи купить новые, какие-то получше, потому что эти такие себе. Мне уже все натоели. Я уже здесь все протерла, разложила. Сейчас покажу, где что лежит. Здесь у меня еще чаи и такие маленькие пакетики с сахаром. Знаете, ну вот в кофейнях дают. В общем, здесь запасы сахара, которые я выдаю Денису вместе с вот этим кофе. Я сюда насыпаю. Это специально мы покупали такую маленькую. Я ему с собой насыпаю сюда на работу и даю оттуда пакетики сахара. Заварной кофе. Здесь у меня заварной зеленый чай, но хочу купить какое-то дополнение к нему. То ли фрукты. Ну, в общем, чтобы заваривать вместе, возможно, с каким-то фруктовым чаем вкусным. Ну, именно с кусочками фруктов. Соль. Стоит здесь всегда. Мне так удобно. Не знаю почему, но мне так удобно. Капучино. Капучино. Это тоже капучино. Это Денисовый берет на работу. Нескик, который сын у меня не любит, поэтому я его добавляю чаще всего в выпечку. Это может быть и бисквиты, и оладушки, и блинчики. В общем, я его везде добавляю. И пантенол. Эта штука, знаете, на кухне очень нужная. У меня часто бывает там то лжок, то еще что-то. И всегда оно стоит здесь. Не знаю, просто мне удобно. Поэтому он стоит и здесь. Собственно, сам чай. И кофе с сахаром. Но я пью не с сахаром, а с сахарозаменителем. Поэтому обычно здесь так стоит еще и сахарозаменитель. Вот, собственно, в таком состоянии и выглядит моя чайная полочка. Я бы очень хотела бы вот сюда такую навесную полочку, еще одну. Но, увы, у меня ее нету, поэтому все хранится так. Но мне удобно. Я же не на выставку, а для удобства. А вам. Мотивашка перебрать, повыкидывать. Потому что я много чего выкинула. И с одной, и с другой полки. Например, вот эти банки у меня на выкидку. Это... Я сначала думала Денису оставить под гвоздики или еще что-то. Либо же вниз сюда складывать. Но понимаю, что ими никто пользоваться не будет. Они железные. Конечно, жалко выкидывать, но... Ну, хватит это все хранить. Я надеюсь, я вас смотивировала хотя бы чуть-чуть на уборку, на расхламление своих полочек. Плюс хотя бы иногда там нужно протирать пыль. Но я понимаю, что у меня не будет такой идеальной картинки, как многие привыкли в виде блогеров. Вот я, например, залипаю на кухню Натальи Харбатовой. У нее... Ну, вот прям идеально. Ух, так у нее же и кухня. Это же не моя вот эта крохотулечка. Совсем малышечка. Поэтому и приходится так складывать. Вот, например. Здесь у меня хранятся тарелки. Да, вот так стоят тарелки разные. А вот там сверху у меня специи. Вы не думайте, там порядок. Почти. Но, блин, у меня нету отдельной... Ну, там у меня и специи, и для выпечки разные штуки. И приправы, и покупные, и сушеные. Если бы кухня у меня была бы побольше, то проблем бы с этим не было. Ну, а так, довольствуемся тому, что есть. Главное, что она белая. И это идеально. А не моя любимая. Белая кухня, это must have. Вот так вот. Так что спасибо всем, кто был со мной, кто следил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok